сустав то ладно какой вопрос мы решаем расскажите так а наклоняться больно или не больно и не могу долго сидеть посижу чуть-чуть а наклоняться больно или не больно а приседать получается и нет да нормально то есть нам нужно по сути убрать боль между лопаток выровнять там и шеи дать хорошее кровообращение все погодите сейчас разденемся вот ну мы же не сможем в сустав левый поменять вы понимаете снимайте светорочек два дня ничего не поднимайте сейчас будем смотреть делать так как зовут голова животик лапки ложитесь пожалуйста чуть выше светлана выше хорошо ртом вдох выдох еще когда у нас есть проблемы мы начинаем отсюда больше больше ну потому что мы есть вот и здесь как вот мышца есть тяжелый а проблема не вот это вот место вот это все и простреливает пробивает но шеи мы попозже подождите мой спират грудным отделом сделаем а потом это шея сильно надавливание ртом глубокий вдох выдох вот эти места они как раз и все выдавливают хорошо сильно больно планет не больно было вот вдох выдох еще тракционные толчки я сделал на грудном отделе и никакого роста не было то есть нет у нас как доступа к этому тут только было чуть-чуть слышали тут было вот то есть мы этого не делаем тут у нас есть риск к этому и сустав разменяли тоже неспроста понятно поэтому то что нам попросила пациентам это есть риск к этому вот очень ювелирно очень ювелирно когда наш пациент чего выздоров но при среду понял сомской который да да пусть у него сильно там воспаление то же самое здесь это просто проверяя не дело вдох выдох ничего не идет еще вдох выдох то есть я не чувствую недоступа ничего поэтому ну мы должны действовать так чтобы не навредить а вот ее проблемы которые вот посмотри получше посмотри получше посмотри получше да и вот видите что же сильные спазмы все вот позвонок вышел в левой спазм сразу пошел потерпите мы сейчас вот смотри когда ставим позвонок сразу спазм уходит пусть не полностью но уходит то мы его же доводим его до совершенства а сергей на покажи совершенство еще красиво терпимо все мы любовались вашими сокровищами сейчас мы пройдем и дадим ему расстояние вот так вот сделай пальцы 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 поставил так вот только растаять руку легко вот вот и дар терпимо пальцы вот тут тоже смотри это модем расстояние бывает уже сильнее бывает несколько раз нужно потерпите хорошо здесь готовы у вас тут холка шишки вы знаете хотите мы их уберем то есть рядом с позвоночником все идет рядом тут сильно в солях все надо будет потерпеть вот здесь посмотри еще она в двух сторон интересно да вылите на человека еще с пальками вот мы ставим верхнее поясничное тело и вот иносим вакуумный удар он как бы сильно но нетерпимый и вот посмотри сейчас все нормально чего притихли наслаждаетесь да можно прошел это золотого то есть видишь здесь нагрузили здесь все равно больше перегруза тоже палец ставим сюда и вакуумом бьем то есть я ударил так кулаком большой риск есть для всего а вакуум и все понятно понятно или нет хорошо говорите да и все вот у нас хорошо здесь сделали потому что натягиваем вот так руки может так можно под голову как хочется на улице на улице погода шикарная смотрю на улице погода шикарная смотрю намного прохладно видно но так как то вот хочется пойти до кофе попить там где нибудь центре подышать воздухом что ж это так мило происходит у нас так все нормально вы тоже хотите погулять атмосферно так и Вы откуда? Это не шейка, выдайте. Терпеть. Тут жировик у нас, да? Что вы не вырежете его? Сейчас Алла вырежет. Сустав правый? Да, сними. А ты зашьешь, понятно? Так что все, вопросы ваши сегодня будут решены все. На две жизни вперед. Понятно? У многих не нравится такая погода, а мне очень нравится. Значит, ветерок, воздух свежий. Можно пить кофе или какао, потом мерзнуть, потом греться. Что может быть прекрасней в жизни? Так, извините, что я отвлекаюсь. Ничего страшного, да? Ничего страшного. Мне тут погода манила. На бок ко мне лицом ложитесь, пожалуйста. Это в колени, это мне. Свежий, да? Хорошо. Вдох-выдох. Еще. На другой бок, потихоньку. Что такое? Ну, он не Менин и еще, руку под голову ложите. А что он тогда болит? Что он тогда болит, если он Менин и? Руку под голову левую. Что он болеть не должен? Правильно? По логике вещей. Вдох-выдох. На спинку. Мы тогда вам поменяем целиком этот крестец, снимем с черри этого. Заскерета и все поставим. Новое. Да? Так, тут мы лапки нервим, потому что Менин и. Что нам рисковать? Нам ее задачу дали другие моменты. Ну-ну-ну. Не бойтесь ни за чем. Сейчас руку дернем, не бояться. Расслабьте. Легче. Вот. Расслабить. Ну-ну-ну. Не крутите. Окей. Присаживайтесь на краешек сюда. Голова не кружится? Чуть-чуть. Сейчас пройдет. Руку за голову. Обратно. Теперь эту. Ага. Потерпеть чуть-чуть хорошо? Крутите головой по большому кругу. Крутится нормально? Голова не кружится? Да. Вставайте, не прыгайте. Вперед баночкам идите. Ко мне лицом. Ноги шире. Тянитесь до пола. До одного носочка желтенького. До другого. Хорошо. Слегка так. Крутонитесь не сильно. И в другую. Так. Десять раз приседаний, не торопясь. Сможем? Только ноги ближе чуть-чуть. Ага. Может не до конца. Да. Поехали. И слушайте. Колени и крестец. Как они себя чувствуют? А теперь все проверяйте. Наклоны, повороты. Походите. Проверяйте грудной отдел и шейный. Мыши. Ремонт делали. Хрустит. Поверьте мощно. Покрутитесь. Чтоб все элементы уж наверняка проверить. Шея тоже прошла? Ну все, только правая сторона. Так, кроме правой стороны все прошло? Да, вроде бы да. Грудной не болит уже отдел? Нет. Прошу вас присаживайтесь. Прошу вас присаживайтесь. Сейчас покрутите, поищите напряжение в правой стороне. Нормально. Нормально. Угу. Но два дня, чтобы не было сквозняков. И, может быть, если какое-то время это вернется. Это лишь спазмы, которые сильно... Кстати, сколько они копились. Алина, надеюсь, сейчас у вас свободно стало все. Легко же вам сейчас? Да. Вот. Вот. Поэтому надо ванну принимать с солью. Понятно? У меня ванны нет, у меня кабинка. Потому что я не могу сесть. А, не можете сесть. Тогда вы в баню ходите иногда. Только не слишком горячее. Дай богу здоровья, можно одеваться.